Шеф-повар, Максим Григорьев. Двухслойная творожная запеканка. Нежнейшая запеканка со сливочным вкусом и ароматом ванили никого не оставит равнодушным. В рецепте я использую греческий йогурт, который можно по желанию заменить на сметану, а рикотту, на творог. Такую запеканку можно подать со свежими ягодами или ягодным соусом, а можно просто посыпать рубленными фисташками. Одним словом, готовьте и фантазируйте. За рецепт благодарю Нину. Время приготовления – 35 минут. Ингредиенты Творожный слой. Ванильный экстракт 1 чайная ложка. Крупа манная 3 столовые ложки. Лимон 1 штука. Сахар 4 столовые ложки. Сыр рикотта 750 грамм. Яйца куриные 2 штуки. Ингредиенты йогуртовый слой. Ванильный экстракт 1 чайная ложка. Крупа манная 3 столовые ложки. Лимон 1 штука. Сахар 4 столовые ложки. Сыр рикотта 750 грамм. Яйца куриные 2 штуки. Йогурт греческий 300 грамм. Сахар 3 столовые ложки. Шаг 1. Для приготовления запеканки нам понадобится рикотта, куриное яйцо, манная крупа, сахар, ванильный экстракт, лимон, греческий йогурт. Шаг 2. Снять цедру с лимона и мелко нарезать. Шаг 3. Взбить миксером яйца с сахаром в течение 10 минут. Шаг 4. Добавить рикотту, цедру лимона, манную крупу, ванильный экстракт и снова взбить до однородного состояния. Шаг 5. Выложить творожную массу в керамическую или стеклянную форму, у меня размер формы 16 на 23 сантиметра, и разровнять поверхность. Выпекать в разогретой до 180 с 25 минут. Шаг 6. Для второго слоя взбить йогурт с сахаром до однородного состояния. Шаг 7. Вынуть форму с запеканкой из духовки, выложить сверху йогуртовый слой и выпекать еще 10 минут. Шаг 8. Готовую запеканку остудить, острым ножом провести вдоль стенок формы и нарезать на порции. Приятного аппетита! Шеф-повар, Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.